а это давай это давай и как мы обычно находимся на моей кухне это обзоры с кухни и сегодня у нас есть такой прикольный табачок который мне прислали далее всякие брошюрки в электронном виде и сказали давай давай снимай и я сказал окей я снимаю вот такое вот очередное премиальное табачное сырье под названием твист а почему именно премиальное потому что наверно скорее всего это делается в дубае от дубае как мы знаем премиалочка то есть вау дубай мама блять я в дубае да поэтому и называется собственно премиум шиша молассис твист хэнд мэйд а я его еще не курил поэтому собственно будем с вами прокурить я его я посмотрел пару обзоров на него но так в них собственно и не вникал я просто блять море твиста у меня он был это у меня он есть где-то надо бы все-таки снять на него тоже обзор да и собственно я также все это и делаю сейчас мы прокурим у меня есть не совсем много вкусов у меня есть джокер у меня есть цитрус лэнта у меня есть файт клап у меня есть пайн эйпл блас и есть айс лемон да больше ничего нету но не в этом суть давайте собственно потихонечку потихонечку в разбирать в таком лайвовом режиме что у нас есть так угли я поставил так что нужно поторопиться вот такие вот пачечки собственно с маркировочкой с датой окончания срока со всеми данными с составом продукта и всего остального да но не суть не в этом главное главное в самом качестве собственно пачечки пачечка выглядит просто пиздата открывается она тоже пиздата внутри пачки у нас вот такой вот вот такой вот качественный толстый хороший пакетик и внутри пакетика у нас есть сырье сырье явно это как пишет производитель это бленд но мы сразу видим схожесть с дейли хукой схожий с аргелине ну который очень очень мокрый по жаростойкости могу сказать сразу то есть ну как как многие говорят да типа нихуя у них жаростойки блять а и он сгорает но мне сказали что это не так попробуй я поставил 4 угля ну и соответственно мои магические ручки сделаю так чтобы это было максимально не критичная да поэтому собственно мы сейчас сделаем что мы возьмем вкус fight club это короче ягодный вкус пахнет даже сам пакетик пахнет довольно таки пиздата я вот еще раз говорю я его не курил как бы и а да и будь сразу здесь нет насечки так чтобы можно было оторвать это все беспроблемно косяк блять косяк премиум блять премиум блять где насечка хуня вопрос я ее сделаю сам лайфхак как сделать насечку да ну скажу так пахнет это все супер хороший ягодный вкусик персик чувствую короче такое прикольно манго чувствую такой тропический сладкий вкус по консистенции реально да это дейли хука это просто стопроцентная консистенция дейли хуки боже мой дейли хука украла технологию у твиста и дарксайд украл технологию у краса боже ошибся не у краса у нет угля как он назывался короче блять обзор помните ему не еще снимал прикольно немного еще цитрусит да реально дейли хука прям реально вот единственное что их выдает это ароматика по ароматике они кардинально отличаются дейли хуки она такая более-менее кондитерская да и именно мультяшная то есть искусственная ароматика у дейли хуки здесь же вроде более-менее что-то натуральное но я могу сказать вам сразу а табак подобной консистенции к ну очень мало вероятности что он будет натуральный понимаете да это жесточайший как назвать жесточайший полуфабрикат но при этом этот полуфабрикат пахнет очень пиздато я не знаю конечно что там делали с листом что он стал таким к сожалению на в лаборатории дейли хуки я не был я был в лаборатории дарксайда но мне ничего не показали все равно прикольно так сейчас все поставим и подождем наши угли но не суть да давайте я вам еще этот кайф покажу а мы берем пачечку вот так вот аккуратненько опа и она сука рвется идеально рвется прям реально можно кайфовать с этой хуйни то есть оп это тебе не от дошика отрывать блять соус нахуй говяжий просто по кайфу пакеты очень реально качественные ну-ка давайте пока у нас угли греются мы попробуем понюхать джокера это тоже ягодный вкус я прочитал в брошюрке здесь тоже нет насечки но вот он вот он мини лайфхак оп клычком делаем насечку и открываем ну на альфа кир лесные ягоды с гранатом и чуть-чуть апельсином да прикольно ладно джокера мы щас попозже попробуем тоже но пока давайте раскуримся нашим файт клабом блять никогда не говори о бойцовском клубе ладно чтобы не заебывать ваши вас ебучий своей болтовнёй да я просто подожду пока разогреются мои угли и уже покажу вам именно процесс раскуривания и всего остального пока можешь поставить лайки и наверное на днях я сделаю конкурсы по видосу с подарками кто предложил наилучшую идею по ну теорию почему-то в оборотень да короче пока греется наш файт клаб я достал ананас пайнэпл бласт и с пачки он в принципе не пахнет и пакет тоже не пахнет поэтому вот здесь вот есть сейчас голосовал очка выбираем два ответа прямо сейчас похож ли он на аргелине ананас или не похож на аргелине и я сейчас откроем и собственно понюхаем пока вот жми вот здесь где-то вот тут наверху слева оп засечку сделали вы готовы вы уже нажали проголосовали только честно честно да все кто нажал да похож на аргелине а вы не правы он не похож на аргелине на аргелине ананас я на нас здесь а очень подозрительно пахнет ну сейчас размешаю ну прикольно пахнет да она будет явно хорошие но явно не как аргелине и он не завоюет такую такую вот популярность да я думаю у нас все прогрелось прошло примерно 4 5 минут так по горло в начале стукнуло чуть-чуть дает мыльцы но это возможно одна из фишек а данного вкуса да как бы возможно такое потому что я не знаю точность состав вкуса файл клап раскурился довольно таки быстро четыре двадцать пятых к юка turbo плюс калау плюс рф к перегрева нет а тх по горло такая прошла вкус мыльца тоже прошел так что заебца если с чем-то его сравнивать то тут максимально сложно то есть табак вот именно своей ароматике он немного индивидуален я бы его честно но ни с чем бы не сравнил с дейли хукой по консистенции по виду табачного листа окей а по ароматике нет на фумаре тоже не похож но при этом а вот чувствуется знаете такая характерная нотка именно вот арабских эмиратов вот именно их не почерк создание табака довольно таки нихуево такой вкус я бы его прокурил бы всю сессию но это затянется очень очень долго я чувствую потому что раскрываться он начинает довольно таки хорошо прям вот прям как надо прям и ароматика вроде нормальная но если я чуть-чуть сдам в ритме курения да то есть но не так было ритмично курить и полными легкими то я чувствую эту границу перегрева вот сейчас он на такой температуре на четырех углях которая идеальная но эта температура должна еще соответствовать темпу курения то есть нельзя загрузить на колаут пять углей и курить как пидор чмощный да а но если нагрузить пять углей и курить как нормальный здравый пацик да то в принципе будет все заебись я думаю здесь история такая же абсолютно не знаю мне понравилось так чтобы долго не ждать угли я сейчас нашу колодочку сниму нашу колодку сниму и быстренько сейчас забью сюда и забью сюда сейчас ананазик и мы попробуем его раскурить собственно будет ли большая разница во вкусе потому что я вот хочу его сравнить с аргелине так собственно давайте его взорвем вместе а я просто отходил поэтому нагрелся довольно таки хорошо он реально минут наверное семь-восемь постоял и я такой бля боже мой ладно хуйня если я бы не снимал бы обзор как бы но окей да там как бы сейчас прокурю но здесь зависит же как бы все было все охуенно бля я ожидал худшего у вас есть такой когда вот у вас колян перегрелся такой делаешь первую тягу и такой думаешь блять блять сейчас выдыхать все это на самом деле нормально выдвинулась хорошо ну как я и говорил да ананас не похож на аргелине немного резкости ему не хватает но при этом ананас довольно таки хороший он такой мультяшный чуть чуть не натуральный паром по ощущениям но довольно таки неплохо файл клуб и по этому классу явно как бы ну прикольная тема да нормально он раскочегарился я не знаю где некоторые ребята почувствовали что он перегревается как опаренная шлюха да но он в принципе жар держит хорошо его нужно бля нет мне понравился ананас покурю еще так ну в принципе мы с двумя вкусами разобрались давайте понюхаем джокер да это прикольный ягодный вкус я его расписывал а у нас есть цитрус салат салат цитрусовых да давайте тоже собственно попробуем это все не раскурить хотя бы пронюхать о боже все примялочка примя а нет да все примялочка сосломалась ух ты ну нет вот это похоже на аргелине цитрус микс у них вкус есть да очень похоже на аргелине а айс лемон скорее всего не будет похож на нахлу ахаха по любому но давайте мы бля не могу так амплитуды не хватает прикольное но это не айс лемон это лемон дропс кто знает такой вкус как лемон дропс то айс лемон от твиста это чистейший лемон дропс то есть вот эти лимонные дрожжешки да поэтому давайте подведем такие маленькие умозаключения по данному продукту я на самом деле думал что это будет очередное премиальное говно да но оказалось в принципе довольно таки неплохо и курить это можно плюс а что касается крепости он не крепкий то есть это максимум пятерку для меня это пятерка да как для вас я не знаю то есть по простым человеческим языком это чуть ниже среднего то есть такой а табачок на каждый день который ну вам не будет вообще никак создавать дискомфорт во время курения три угля бросили прогорелись идите курите и все но у нас в россии конечно же это зайдет где-то кто-то купит но последнее время есть такая тенденция проблемности знаете заключается в чем она выйти на рынок да как бы выйти на рынок и продавать занять свою нишу да это проблемой было сейчас выйти на рынок легко то есть ты продавать будешь сейчас образовалась новая проблема это попасть на полки кальянных вот так так что это арабский твист кстати забыл сказать у них еще очень я так брошюрку полистал у них очень сложная наименование линеек у них есть твистогедр твиста форевер твистед и какой-то твистед фреш что такое короче да и на пачках это никак не изображено то есть единственное как ты можешь отличить ты должен знать абсолютно все вкусовые то есть технии продукты да чтобы понимать о это ас лемон у нас твиста гедера да там о это джокер это из форевера как бы тут сложно да надо выделать какую-то маркировку но и никакой все вот это разделение по линейкам это больше типа типа эксклюзивные миксы типа фруктовые типа более оригинальные стандартные моно вкусы а и на этом как бы вот так делится все это а вся эта лопатня да поэтому это дава дым ставьте лайки и а попробуйте твист и напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу это дава дым всем спасибо всех люблю это это и к ID